Понял, пошел запись. Прошлый раз там тоже была ерунда. Спасибо, Алексей, за напоминание, я запустил запись. Вот, таким образом, значит, первую часть, то, что я хотел, я вам рассказал. Теперь смотрите, значит, по вопросу того, что тут взбудоражило всех, будет движение в экотехнопарке в эти дни, когда мы будем или нет. Я имею ввиду движение средств транспорта. Юнибус, юнибайк и так далее. Значит, этот вопрос долго обсуждался и он не подлежит, то есть, скажем так, система безопасности четко сказала, что никаких сборов мероприятий, оно вообще было мероприятие на грани срыва, да, вот, запрещается. Я не буду вдаваться в подробности, значит, или было сказано, или тогда стройте там ограждение, которое бы не позволяло, ведь вы же понимаете, что на какой высоте это там все находится, понятно, раз, да, вот. Это во-первых. Во-вторых, там целый ряд еще есть других требований для того, чтобы это демонстрировать, это все должно быть соблюдено при большом скоплении людей, именно при большом скоплении людей. Там вообще, бог знает, что высказывалось, но, по крайней мере, разрешили такому большому количеству людей там собраться. Это впервые вообще в Белоруссии такой большой сбор людей осуществляет. Поэтому это все надо понять. Спасибо, поправлюсь обязательно. Я, в принципе, здоров, но уже, скажем, глаза износились, от времени надо что-то с ними там делать. Слишком много смотрел то ли вдаль, то ли вблизь. Поэтому все, что касается этого движения, значит, дай бог нам всем поучаствовать, посмотреть, сфотографироваться. А высказывание там, что это все там подставное, неподставное, друзья, это правильно там в чате сказали, это дело твоей веры или неверы, доверие или недоверие. Поэтому увижу ли я, увидят ли те люди, с которыми я туда приеду. Да, конечно, лучше было бы, если было бы движение. Но не будет движения, по крайней мере, удастся сфотографироваться, кому-то посидеть, кому-то постоять там около этого юнибуса или унибайка и так далее. Если кто пожелает, может отдельно приехать, отдельно посмотреть. Еще есть время принимать решения. Кому недостает того, что он там не двигается, ну что ж, тогда надо что-то принимать, какие-то решения. Я здесь бы не сильно с этим делом больше заострял. Внимание ваше. Теперь по адресным проектам. Значит, смотрите, дорогие друзья, сегодня в конце вебинара я выделил время. Надеюсь, что мы до этого до места дойдем успешно. Хочу немножко осветить тему адресных проектов, потому что она близка уже. Тут у меня переписка с одним товарищем в скайпе произошла. Там дайте то, дайте это. Зачем? Поставьте правильно вопрос, дорогие друзья. А вот я хочу там, думаю, что здесь может быть проект. Ну, пока думайте, опишите этот проект для того, чтобы о нем потом говорить. Но мы к этому еще придем, дорогие друзья. Поэтому давайте по очереди пойдем, значит, от печки к лавочке или от лавочки к печке танцевать. Если у вас будут вопросы, задавайте их здесь, не стесняйтесь. Я повторю просто, с каким продуктом или что является и во что мы инвестируем. Я просто хочу вам напомнить и очень быстро, причем, что мы инвестируем не в акции, мы инвестируем не в экотехнопарк, мы инвестируем не в технологию. Мы инвестируем через посредства, значит, акции, инвестируем в экотехнопарк. Но мы в него инвестируем для того, чтобы технология осуществилась, получила бы разрешение строить проекты строительства трасс и объектов по технологии Skyway. Акции – это средства, экотехнопарк – это объект, на котором сертифицируют технологии. Вот это три единства, это и есть инвестиционный продукт. Ни один из этих элементов, один по себе не работает. Акции – пустая бумажка, не будь технологии. Какие акции? Мы знаем много таких вариантов, где уже акции выпускались, за ними ничего не стояло. Хорошо, ладно, за акциями стоит экотехнопарк. Построили экотехнопарк, начали шоу там показывать. И это все, дорогие друзья, понимаете? И это тоже еще не все. Поэтому, если бы за экотехнопарком не стояла технология и строительство трасс, то это тоже была бы неполная система. Поэтому вот это три единства, три единства, назовем это так, это является инвестиционным продуктом. Найдите еще такой продукт в мире. Раз-два и общался. Поэтому это очень важно, дорогие друзья, иметь в виду, что мы делаем. И мы не покупаем акции. Я был буквально позавчера, был в Бильнюсе, перед тем, как сюда, на операцию, значит, лечь, на подправку свою в Риге. И там люди задавали вопросы. Значит, и для многих это было просто полным откровением, что... Они говорят, а мы всю жизнь думали, что мы в акции. Я говорю, ну и что? А если за этими акциями... Ну, нам говорят, что за этим что-то стоит. Я говорю, что за этим? Тогда начали разбираться, ну, видите, теперь мы разобрались, в чем в принципе дело, что мы-то, оказывается, в оживлении технологии, в оживлении этого всего, что задумано в течение 40 лет. И каждый день еще дорабатывается Юницким и всем его мощным конструкторским бюро, благодаря тому, что идет процесс инвестиций в Экотехнопарк, в то, чтобы технология жила за счет этой площадки. И уже подготавливаются проекты, как вы знаете. Поэтому процесс, дорогие друзья, идет. И в дальнейшем, ради чего мы живем? Это мы живем ради того, что от проектов, от каждого, от А, Б, С, тоже будут акции. Понимаете? Но этих акций больше не будет. Эти акции, они ограниченные акции. И те, кто обрели через проект инвестиций, оживление строительства Экотехнопарка, это акции уникальные. Вот эти акции, те, которые свободны остались, значит, они выводятся на общий открытый доступ. И когда откроется доступ, это уже будет процесс, как бы, оценки этой технологии и капитализации того, что за этим стояло. А это дает возможность выпускать другие подпроекты различных акций и в них участвовать. Понятно, да? Как, что, это вопрос будущего, поверьте мне, сейчас пока вот так вот на слово. Так она есть. Теперь, смотрите, я еще напомню. Седьмой, вернее, девятый этап до закрытия входа. Сколько осталось? Немного осталось. Потому что 25 миллионов потихоньку набираются. Седьмой этап, 7 миллиардов акций. Они выданы для того, чтобы, ну, трансфер этих акций для залога. Вот, это в диапазоне у нас колеблется на дисконт от этого до этого. Еще 6 этапов осталось, повторяю, 150 миллионов. 150 миллионов – это мерка 6 этапов. И они не должны, не обязательно будут там, значит, прошел месяц, прошел месяц. Может быть, и пройдет после каждого следующего этапа месяц. Но могу сказать так, что в июне мы вошли, значит, кто-то сейчас спрашивает, а когда будет следующий этап? Скоро. Полагаю, что июнь у нас есть возможность очень интенсивно и хорошо поработать. Те, кто желает. Кто не желает или нет возможности, ну, что ж, на то, как говорится, на нет и суда нет. Но июнь месяц, я полагаю, что у нас еще такой рабочий месяц. Несмотря на то, появится 150 миллионов в течение июня месяца или не появится. Если они появятся в июле, значит, в июле. Но могу сказать так, что процесс, как бы, проводки или же осуществления, ну, да, правильно, транша, проведения транша, финансового транша, он занимает тоже определенное время. А время надо, все время надо, как бы, процесс неостанавливаемый. Поэтому инвестиции, они постоянно дело необходимое, и здесь опасаться не стоит. И даже если эти 150 миллионов откуда-то вдруг упадут, то это все не так просто, дорогие друзья. Поэтому этап девятый спокойно работаем, этап десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый и еще впереди. И они до конца года обязательно закончатся. Это четко обещаю, даже если это не моя компетенция. Теперь смотрите, для того, чтобы немножко оценить и взвесить, а многие задают вопросы, это и из-за того, что я сейчас только что говорил, задают вопросы, ну, хорошо, а внутренняя биржа, давайте, вот чешется, надо внутреннюю биржу. Сейчас мы на девятом этапе, видите, был восьмой этап. Что здесь за цифры? На восьмом этапе транш был семь с половиной миллиардов, и за этим должны были быть инвестиции 20 миллионов. Дисконты были такие. Средне взвешенная, так называемая затрата меня как инвестора на одну акцию, на одну акцию, которую я как бы инвестировал и в залог получал, получалось, что если это пересчитать, то один, до акции в один доллар, мне как инвестору обходилось менее одного цента. 0,6 цента, не цент целый, а 0,6, ну почти 0,7 цента. Это был восьмой этап. Сейчас еще чуть-чуть больше, но еще цента одного нету, даже одного цента нет. С десятого этапа будет 1,2 цента, то есть чуть больше одного цента будет, так называемая расходная часть, которую расходует инвестор на одну акцию, в которой ему в залог дается. А на 14-м будет уже 4 цента. Понимаете, да? Теперь смотрим дальше. Что здесь важно? Я привел еще раз расчет, которым мы когда-то пользовались. Смотрите, я взял с пятого этапа акции, по полтора, там было полтора миллиона, это 2,5 тысячи долларов акции. Кто-то приобрел полтора миллиона. На восьмом этапе за это ушло инвестиции 5 тысяч. На девятом этапе ушло 6,5 тысяч. На десятом уйдет 8,900. Зачем это я все показываю? Это показывает для того, чтобы на примере в 100 тысяч акций показать, когда компании выгодно, а людям, с другой стороны, было бы выгодно, кто хочет реализовать свои акции, хоть в каком-то приближении. На пятом этапе 100 тысяч акций, их так называемая стоимость или ценность для инвестора 166 долларов. На девятом – 541 доллар. На десятом этапе – 742 доллара. Теперь, если, например, компания скажет на десятом этапе, что ладно, я готова за 371 доллар значит, 100 тысяч акций приобрести, кто-то миллион продаст, получит 3710 долларов. Это в России почти 280 рублей было, 280 тысяч рублей, когда-то было, сейчас-то меньше. На одиннадцатом этапе, но с другой стороны, компания получает плюс 371 доллар, потому что она снова эти же самые акции, которые Маслова, Иванов, Петров компании вернули, за 371 доллар она снова выставила их по 742 доллара на инвестиционный, извиняюсь, залог. То есть у нее плюс 371, и еще не надо брать из шкафа новых акций. Есть выгода? Конечно, есть уже. Уже начинает появляться выгода. Но не очень интересно тут товарищам, которые вот хотят отдать. С одиннадцатого этапа становится все значительно интереснее. Видите, уже 960 долларов, так называемая инвестиционная стоимость залоговых акций в 100 тысяч, я имею в виду. А если по 500 будет компания как бы их возвращать в обратный, в оборот брать от людей, то 460 у нее плюс, уже больше, да и человек больше зарабатывает. Так что я думаю так, с одиннадцатого этапа это абсолютно реально, что компания имеет смысл в том плане, что это было лояльно и инвесторам возвращать, кому это приспичило или кому вдруг интересно, свои акции. А компании это выгодно в любом случае, уже с десятого этапа это выгодно делать, но тут не очень выгодно инвесторам. Здесь становится выгоднее в какой-то степени. То есть миллион акций отдал человек, получил 5 тысяч долларов в этой ситуации. То есть это для того, чтобы понять в каком плане и когда начинать, когда возникает вопрос, а нужно ли продавать, а когда будет внутренняя биржа. Это абсолютно четкий расчет, дорогие друзья. Это не потому, что кто-то сидит там, потолок смотрит, дай-ка открою внутреннюю биржу. Понимаете, для этого должна быть необходимость и заинтересованность. Не так, что люди скажут, что вот неинтересно и так далее. То есть это процесс такой, который надо подготавливать. И он, видимо, готовится. Ну вот здесь еще видно, значит, ну здесь это уже я все объяснил, здесь это не имеет сейчас больше смысла. Возвращаясь обратно, быстро напомню, вы знаете, сколько акций всего, акционерный капитал у Global Transport Investment. Напомню просто, что часть отдана 18,33% в Евразийн Релскавейс Системс Холдинг 2, 15% в Евразийн Релскавейс Системс Холдинг. Теперь возникали вопросы. Значит, я просто повторю, что половина из выпущенных акций, 60 миллиардов, 130 миллионов и так далее, минус одна акция, они уже в обороте. Оставлена вторая половина, то есть 50% плюс одна акция, для того, чтобы готовиться к выводу. Что-то же надо выводить на IPO. Ведь на IPO наши акции, которые уже имеют владельцев, не выводятся. Выводятся свободные акции. И они должны быть, как бы, ну, свободные, их должно быть на одну акцию больше. Евразийн Релскавейс Систем Холдинг 2. Пошел процесс. Здесь несколько больше. Юнистский корпорейшн отдала все 18,33% сюда в акционерный капитал. Это 73 миллиарда, 492 миллиона и так далее акций. Вот здесь сейчас идет, выходит отсюда, постоянно в, как в оборот для залога, выходят акции до момента, когда будет 50% минус одна акция. Счетчик там установлен, вот, и вовремя будет предупреждено. Поэтому я думаю, что всех акций не понадобится для начала. Так что, поэтому я вас поздравляю, дорогие друзья, кто уже успел, кто еще не успел, становитесь в очередь и обретайте еще вот эти ценные акции этой и этой компании через инвестиции. Становясь тем самым в реестре владельцами внутри компании с закрытыми акциями, они пока являются закрытыми перед выходом на открытый доступ и на биржу. Здесь видна доля компании, значит, соответственно, Евразин Рейлс Кавейс Систем Холдинг 2 имеет 15% долей, 15% долей Global Transport Investment в данном случае, да, из B акций, из СИВАСа 33 миллиардов. А Евразин Рейлс Кавейс Систем Холдинг 2 имеет 18,33% доли здесь. Это все выражается в акциях. И Global Transport Investment таким образом строит Экотехнопарк и начнет потом финансировать другие проекты. Организационная структура. С Кавейк Кэпитал, у него договор поручительства с Global Transport Investment. Зачем нужен этот договор? Этот договор нужен для того, чтобы инвесторы, которые инвестируют с рассрочкой, имели бы, значит, поручительство от этой компании, что им будет выдан, что они будут внесены в реестр по завершении договора. И инвестор, который сразу осуществил оплату всей инвестиции, что он тоже будет внесен в реестр. Вот этот поручительство, договор поручительства от GTI получил Экэпитал, чтобы не замудрять схему. И договор инвестирования с обеспечением, это все имеют. Я уже на телемосту говорил, что я рекомендую, дорогие друзья, чтобы внимательно прочитали бы третью главу этого договора русскую. На русском языке все там очень четко написано. И там есть пункты 3.9 и так далее. Глава 4 и глава 5. Больше там, копаться больше не в чем. Кому интересно, можете покопаться, посмотреть это для общей пользы, всегда полезно. Вот в этом договоре. Насчет этого, это основная связь инвесторов с Covey Capital. А получает он, все инвесторы получают обеспечительные акции, вот через или в Евразин Рельс Кавей Системс, то уже инвестировали, и теперь в Евразин Рельс Кавей Системс Холдинг 2, уже сейчас. Сюда были внесены, первую компанию были внесены прямо из Global Transport Investments, а вторую из Unitsky Corporation. Вот все особенности. ЗАО «Струнные технологии», которые строит Экотехнопарк, 100% принадлежит тоже Global Transport Investments. То есть это, опять-таки, все в одной копилке. Далее, здесь я уже показывал, что Евразин Рельс Кавей Системс Холдинг весь акционерный капитал, здесь Евразин Рельс Кавей Системс Холдинг 2, здесь акционерный капитал. Они везде есть, это все видно на сертификатах. Все эти остальные документы тоже видны. Значит, технология, которую выводим в массовое использование, она есть, эта технология главная. Я вначале уже вам сказал, что технология, вот что самое главное, и для ее выведения используется, с одной стороны, акции, чтобы осуществлять инвестиции, и люди получали бы залог, потому что другого залога нет, дорогие друзья. Вот, и строится экотехнопарк, чтобы ожила технология в реальности, чтобы была сертифицирована, была описана ее возможность установки строительства трасс и так далее. Далее, проект развивается по бизнес-плану. Да, факт, все можете посмотреть бизнес-план, и в этом году она будет сдана, экотехнопарк будет сдан в эксплуатацию, и заключены уже договора на строительство. Они уже заключены, предпроектные договора на ряд строителей. Что называется база для бизнеса? Да, правильно, как с командой. Многие у меня спрашивали в Вильнюсе, ну да, ну вот теперь эти корневой кампании акции закончатся. Я говорю, как повторял слова бабушки Сергея Сибирякова, говорю, дай бог нам дожить до этого дня. То есть, давай вы дойдем до этого времени, тогда будем смотреть, понимаете? Но тем не менее, что нам делать с командой? Я говорю, ну так на этом же жизнь не кончается. Смотрите, любой проект, и привел им проект, который тут у нас в Прибалтике сейчас как бы становится все актуальный, это в связи с Рейл Балтикой, есть целый ряд хвостов, которых Рейл Балтика просто не решит. И поэтому городские власти начали очень внимательно смотреть и уже готовиться в сторону технологии Skyway. Единицы будут участвовать в экофесте, но большинство умных людей понимает, что туда надо отдельно ехать и собирать сюда в июле месяце поехать, собрать тут на Ригу и на Таллин один маленький небольшой автобус и приехать как бы чиновничьей командой. Ну вот, потому что для этих проектах у них самая большая проблема. Говорят, да, интересно, вы рассказываете, вы показываете реальные видеосюжеты, вот, а где мы деньги возьмем? И начинают мне показывать свой бюджет. Ну я-то понимаю, я бывший чиновник тоже, я тоже понимаю, что деньги, значит, у них уже до 2021 года все на проекты расписаны. Есть только небольшие деньги на какие-то проектные, исследовательские работы и так далее. Это можно найти. Поэтому откуда деньги? А я говорю, смотрите, вот тумбочка, народное финансирование. О, это интересно. А, у вас наработано уже какой-то опыт. Да, конечно, есть команды. А это команды, дорогие друзья. Вот главный опыт. Вот где что наработано. Вот. И в данном случае, кроме того, большинство из нас, или по крайней мере те, кто сообразили в свое время, кто еще не сообразили, могут сообразить, что можно еще стать и серьезным инвестором. Инвестором. Работать вот в этих проектах здесь потом. Смотрите. Тут я вам показывал. Вот они. Ну, заело. Здесь, здесь можно работать. Видите? Спокойно можно потом работать. Надо осторожно, как бы интернет не выбило. Вот. Поэтому здесь, дорогие друзья, все очень здорово. Значит, необходимость привлечения до конца года, это я вам уже сказал, гарантии обеспечения навестивших и создана структура группы компаний, меморандум. Да, все у меня спрашивают, что самое главное гарантии? Говорю, самое главное гарантии, это меморандум. Да, но что-нибудь по материальному. Я говорю, ну, если по материальному хотите, это езжайте, смотрите, я к этих напар. Это абсолютно материально. А что, если вдруг что-то случится, что я там могу взять? Я говорю, да ничего вы там не возьмете, потому что это проект. Вот. А что может случиться? Ну, мало ли что. Я говорю, ну, это, знаете, такой вопрос. Когда случится, тогда и будем разбираться. Потому что мы не знаем, что случится. Вот. А проект развивается, проект идет, и технология, самое главное, осуществляется, она все ближе и ближе подходит к реальному использованию. И поэтому здесь особо расстраиваться не надо. А чисто юридическая гарантия, это все есть. Это сама структура. Так, еще раз скажу, что я прошелся и сверху вниз, и снизу вверх, еще раз посмотрел поперек. И хочу сказать, что достаточно, скажем, высококвалифицированно и правильно создано. Все основные гарантии, которые нужны, они вписаны в документы. На пункты, вот которые я вам указывал, видите, здесь я еще показал. Глава 3, передача акций, пункт 3.9. Глава 4, глава 5. Смотрите, эти инвестиции с обеспечением, это в договоре все очень четко обеспечено. Там, понимаете, юридически правильно все проработано. Так что, когда мы в конце 2015 года взялись за то, чтобы как бы укрепить все это дело, то достаточно долго, почти полгода, юристы прорабатывали документы, прежде чем к середине или к началу 2016 года, к апрелю месяцу, если мне память не изменяет, было отработано и правильно сформулированы все эти пункты, которые в этом договоре сейчас есть. И это касается Скавей Кэпитала и РСВ Системса. Положите опыт строительства экотехнопарка. На него уже многие смотрят, уже экотехнопарк, строительство экотехнопарка становится отдельным продуктом. Вот, вот что, дорогие друзья, потому что Индия туда будет передаваться строительство. Это уже технология, это уже опыт. Практически, начиная с Индии, сейчас я так думаю, я не уверен, но я так думаю, что уже умные люди в головной компании готовят пакеты документов. Это как франшизу дальше передавать. Строительство экотехнопарка. И это очень рационально и правильно будет. Это тоже бизнес головной компании. Проектирование, народное финансирование, краудфайнансинг. Ну, тут по-разному можно говорить, но это так, я для красного словца сюда внес. Вот, смотрим дальше. Так, это мы уже проходили, это проходили. Идем дальше. Значит, смотрите. Теперь мы с вами, дорогие друзья, вышли к тому, что написано было в справке, которая у всех есть. Если у кого нет, обращайтесь, еще будет. Там есть, скажем, незаметная часть в конце, четвертым пункт, по-моему, если я не ошибаюсь. Это первый шаг и второй шаг после того, когда чиновник или кто-то, кого вы знакомите, и видите, что этот человек или это группа компаний, или это компания, или это чиновник заинтересованы, и у них в глазах вопрос, а что же теперь дальше делать. И вот первый шаг. В первую очередь надо сесть и договориться, подписать соглашение о сотрудничестве, где указывается существо транспортной проблемы, которую предстоит решить, и предлагаемые цели. То есть, что мы беремся делать? Предупрежу вас заранее, дорогие друзья, что опыт, по крайней мере, тот, который я по сегодняшний день имею, показывает, что не имеет смысла менять часы на трусы. Что я под этим имею? Я прошу прощения за такое сравнение. То есть, никогда не надо начинать с того, что давайте вот эту срамаемую линию закроем, а сюда поставим скайвей. Это, во-первых, не очень нехорошо, а во-вторых, это не самое главное. И Анатолий Дарвич неоднократно говорил, что ну зачем мы будем одно заменять на другое? Давайте делать что-то новое, что качественно и системно значительно сильнее. И об этом мы тоже в конце с вами переговорим. Лучше усилять и дополнять то, что есть, шаг за шагом потихонечку вытесняя, а не заменяя. Да, там, где действительно это, скажем, какой-то участок трамвайной линии, он, ну, абсолютно изжил себя, его имеет смысл посчитать и заменить. Но лучше начинать с узловых пунктов, об этом мы еще чуть позже поговорим. Далее, обеспечиваются возможные исходные условия и данные. Обозначаются, извиняюсь, возможные исходные условия и данные. То есть, из какой точки, в какую точку, какая длина, сколько людей, какие часы, где часы пик, есть ли они по неделе, 24 на 7 в одном ракурсе, да, в другом ракурсе 12 месяцев, какие месяца бывают более напряженные в году, например, мол, или там туристы, например, с 4 по 8 месяц, там, или по 9 месяц, приток туристов увеличивается, нагрузка в два раза, например, там, в такие-то часы и так далее, и так далее. Понимаете, то есть это все должно быть продумано. Прилагается план действия по подготовке проведения авантпроекта, описываются предполагаемые источники финансирования и организационная схема. Вот это первый шаг. То есть, когда люди начинают обсуждать, рассуждать, понимать, куда они идут, и к чему они стремятся, то тогда начинает и сам проект прорисовываться, а не так, что. А вот давайте, расскажите мне, как адресный проект сделать. Вот тут есть очень хорошее, я спрашиваю, что хорошее, из какой точки, в какую, что, как делать. А нет, вот мне нужно то, а мне нужно это. Дорогие друзья, это так не делается. Это нужно четко знать, что и как. Индусы, например, вот мы работали, они сначала тоже думали, а вот из точки А в точку Б. Когда им, ну, потрудился я, индусы, значит, позадавал я методично вопросы. Они взяли вопрос и сказали, теперь нам надо, похоже, две недели готовиться. Ушли, на две недели готовились, потом вернулись в скайп обратно, мы с ними полтора часа беседовали. Понимаете? И похоже, что они надыбали очень правильный проект, причем очень правильно системно к нему подошли, на мой взгляд. А просто так примиряться, что а вдруг-то я взялся бы за это и сделал бы вот эту тропинку. Это не дело, дорогие друзья, поэтому надо серьезно к этому подходить и вникать в документы, разбираться в сути. Второй шаг. Создается рабочая группа, то есть, ага, понятно, подготовились, начали движение, рабочая группа, формируется схема финансирования предпроектных работ. Создается авант, и создание авант-проекта, это же все, оплатить надо. Главное, компания-то не будет бесплатно делать, никто не будет время свое тратить. Время очень дорого, дорогие друзья. Заключается договор с конструкторским бюро заострованные технологии, о разработке, а это все делается за свои деньги, за свое время. Понимаете, да? Бизнес-план реализации проекта, подготавливается обоснование инвестиционной привлекательности проекта. Это уже после того, когда авант-проект будет более-менее готов и будут, скажем так, получены маломальские, исходные все положения, что надо учитывать в этом проекте. Вот, все это у вас написано в справке, которая у вас есть. Теперь, результатом этих двух шагов являются, первое, вариант технико-экономического обоснования, краткого, которое говорит о том, что целесообразно при таких-то условиях, соответствующий бизнес-план и решение о целесообразной реализации проекта, визуализация результатов и технических решений, исходные условия и данные для исходных заданий по соответствующей части предстоящего проектирования и НИОКР, научно-исследовательской конструкторской документации, и действующий макет фрагмента транспортной системы в масштабе 1-10, если пожелает, ну, соответствующий в этом проекте, если такое пожелание есть, модельный цех, это все делает Минский. И это все нужно для принятия решения по продолжению проекта для привлечения инвесторов, если таковых изначально нет. И обоснование, мы, кто мы с вами, допустим, взялись на начальной стадии исходной, значит, так называемой инициации этого проекта и готовим создание управляющей компании, туда нам надо инвесторов еще привлекать. Может быть, надо выпускать новые акции под этот проект, понимаете? Вот, и это, извините меня, надо очень сильно обосновать, что, откуда, как. Поэтому работы очень много, и это не простая работа, дорогие друзья. Теперь смотрите, что по существу самого проекта. Надо очень четко для себя уяснить такую вещь. Практика сейчас показывает. Предположим, это какой-то город. Вот здесь в кругу какой-то город. Зачастую берутся решать, значит, как бы вот из точки А в точку Б проложить трассу. Не учитывая то, какие входящие-выходящие потоки здесь и какие входящие-выходящие потоки здесь. Значит, большинство проектов, которыми сейчас, не большинство, скажем, два из них и оба в одну точку, которым занимаются, предположим, это какой-то город, выясняется, что правильнее не разбираться сейчас между точкой А и точкой Б. Может быть, это будет точка не точка А, Б, а это будет Б, Б или Б, Г, например, целесообразнее сделать. Разбирается с точкой узловая, тонкое место в точке Б. Как правило, это где-то на окружности, на определенной окружности города, в зависимости от проблемы, которая проблема решается, вокруг старого города или какой-то части города, или между какими-то районами, берется какая-то окружность, круговая схема, она не должна быть такая плавная, она может быть кривая, как угодно идти, понимаете? Но она кольцевая должна быть, в хорошем смысле этого слова. Вот, и смотрится, где здесь самая узловая, самая такая, допустим, отходят сюда, отходит трамвай, сюда отходят троллейбусы, здесь метро проходит, а сюда никак не попасть. А тем более, что здесь еще построили новый район, ко всему прочему, вообще никакого транспорта нет. Одна кривая дорога, и та вся колдобина, понимаете? Ага, появляется и здесь у нас. О, давайте тогда сначала между точкой G, или между точкой Z и точкой B сделаем, и дальше смотрим. А, дальше здесь у нас что есть? Есть какой-то уже транспорт. А где следующее? Здесь у нас следующая такая точка. А, а следующее по всей вероятности от B до V может, или от B до A должно быть. И потихоньку начинаем смотреть, как начинать закольцовывать эту всю систему. И тогда, что у нас появляется? Тогда у нас в конечном итоге, дорогие друзья, появляется следующее. Появляется возможность создания так называемых точек, накопительных точек park and drive. То есть запарковался и поехал по системе, которая есть. В городе используешь электромобили, а сюда приехал, запарковался, вернулся обратно, уехал. В конечном итоге все будет Skyway и дальше уже, и дальше будем уезжать на Skyway. Но до этого еще надо дожить. А это займет еще где-то лет 10, дорогие друзья, по городам, если не больше. А может быть больше, может быть меньше. Время покажет. Поэтому это вот очень важно учитывать. Такую... То есть, повторюсь, находятся узловые точки, узкие места, и с них начинается решение системы. Но впереди перспективы видеться в целом система. На эту мысль навели архитекторы Бюро развития, архитектурного развития города одного и другого. Причем оба, обе группы рабочие вышли на одно и то же решение. Что надо изначально представить, каково кольцо города будет в будущем. То есть, люди смотрят в будущее и начинают думать уже правильными масштабами. И далее. Смотрите, о самом проекте. Повторю. Этапы. Предпроектная стадия 5-6 месяцев. Сейчас говорят, что может быть и до полутора лет пройти. Вот по Индии сейчас взвешивали по времени. Прикинули, оказывается, там где-то месяцев 15 займет. Это времени, как минимум. Чтобы пройти первый нулевой, первый этап, второй, третий этап. То есть, подойти к тому, когда авантпроект будет создан. Но до этого надо 30% инвестиций уже подготовить, чтобы идти дальше. Понимаете? Подготовить это не значит, что это расходовать надо. Но 30% инвестиций надо подготовить, чтобы идти дальше и не ждать. Иначе работу сделали, она начинает стареть, а здесь мы сидим и ждем, откуда же нам инвестор на голову упадет. Понимаете? Потому что уже с середины третьего этапа надо иметь в виду и привлекать инвестора. или инвесторов, или систему создавать, чтобы войти в фазу строительства, фазу строительства, перейти на пятый этап и завершить. Строительство может быть зачастую и меньше, чем 15 месяцев, меньше, чем полгода. Все зависит от того, что строится и насколько будет уже к тому времени готова технология. Потому что сейчас, если говорить по большому счету, то, на мой взгляд, самым основным нужно уже считать строительство так называемых средств строительства или выстраивание системы, производственной системы трасс нового поколения. Потому что мы же понимаем, что в Экотехнопарке это делается в первый раз, делается так, как она делается, а дальше все больше. И поэтому должны быть применены новые средства, абсолютно новые средства строительства трасс Скайвей. А это большие инвестиции. Поэтому впереди, дорогие друзья, очень большая работа. Еще и в производство надо будет вкладываться. Понимаете? Еще туда можно будет вкладываться. И кому, как не нам там участвовать. Поэтому так, есть ли у вас вопросы? Как-то зависло зависло у нас чат. Так, теперь если вопросов нету, я немножко подустал сегодня. Не слышу. Дайте обратную связь, вообще меня слышно или нет. А, есть, да? А, просто вопрос, отлично. Спасибо, Алексей, вы меня обнадежите. То есть, друзья, я считаю, что есть над чем работать. И это, слава Богу. Процесс идет очень интенсивно. Следующий этап не за горами. Это так, просто для понимания, для формирования вашей стратегии. Вот. Более-менее мы основные вопросы разобрали. Есть вопросы, если у вас будут. Пишите, пожалуйста, в чате. Всегда разберемся. Буду держать вас в курсе. Благодарю за внимание. Желаю всем всего доброго. Строй сковей, спасай планету. Я дернул рукой. Поверьте, мне это сделал. До скорых встреч. Спасибо.